Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня небольшие покупочки. Очень хочу поделиться с вами моими новиночками, покупками. То, что у меня есть новенького. Давно ничего не покупала из косметики. Ну, а в этот раз пришлось кое-что купить. Почему, спросите вы? Потому что, возможно, на этих выходных буду делать макияж. Не себе, поэтому кое-что мне нужно было прикупить. Потому что этими продуктами я для себя, можно сказать, не пользуюсь по некоторым причинам. Ну, хотя осталась очень довольна и думаю, что буду сама тоже пользоваться. Не только для того, чтобы делать кому-то макияж. Так как сегодня покупки и тема такая макияжная, возможно, вы спросите, что у меня на губах и как вам вообще мой такой бежевый лук. Вот, сегодня вдохновилась всякими постами в инстаграм. Вот, и смотрю, все такие приходят на бежевый цвет. И как-то думаю, что у меня есть бежевая. У меня есть бежевый такой вот свитер. Этот свитер, по-моему, состоит из кашемира и шерсти, насколько я помню. И я его покупала в магазине Бенетон. По какой-то очень классной скидке. Мне он очень нравится. Правда, он немножко такой пушистик. И, конечно, если там, например, с какими-то черными вещами, то может оставлять такие небольшие волоски. Но, тем не менее, мне он очень нравится. Он очень прикольный. Тонкой такой вязки. Но, тем не менее, очень тепленький. Вот. На руке мой браслетик из Аварентюрина. И на губах. И вообще на лице полностью все такое бежевое. Вот. И на губах у меня, если кому-то будет интересно, карандаш от Vivienne Sabo номер 101. И вот такой вот помада-блеск такая вот. NYX Langeray, или как он там правильно называется. Lipley 06. Вот такой вот цвет. Когда-то его купила. Очень мне понравился оттенок. Такой карамель-карамель. Немножко такой какао-нука. Вот. Переходящий. Ну, как-то одно время пользовалась. Потом эта пандемия. В общем, как-то забросила. А сегодня решила, что он сюда как никогда будет подходить. Так что вот такой вот у меня сегодня лук. Мне очень нравится. И вообще смотрю, что, возможно, наверное, надо пойти на шопинг и что-то померить вместе с вами. Что-то купить себе бежевенькое. Потому что смотрю, что мне как-то тоже вроде неплохо в бежевом. Как вы считаете? Покажу первое, что покупала еще в Турции. Очень мне понравился этот скрабик. Вообще я искала скраб для тела такой, как мы привыкли в понимании скраб. Такой жесткий, с большой крупинкой, сахарный, солевой, не знаю, кофейный, какой угодно. Но такой именно скраб. Но, как оказалось, то в самом Кимере, там миллион магазинов всяких разных, я обошла все и скраба такого не нашла. То есть они такие, скраб? Что это скраб? Есть пилинг? Да, окей. Но скраба нет. Я говорю, не-не-не, ну скраб такой, пилинг мелкий, а скраб крупный. Мне нужен скраб. Ой, не-не-не, нету скраба. А тут, короче, нашла у одного там мальчика, мы увидели, что стоят всякая косметика стоит. И, значит, бодискраб написано. Думаю, о, тонинг и пилинг. Был на основе оливкового масла и органового. Конечно же, я взяла какой? Органовое масло, потому что оливковое. Не знаю, мне органовое нравится и по запаху, и вообще как-то больше мне нравится по эффекту, который оставляет на коже. Думаю, о, класс, будет скраб. Но в итоге оказалось то, что это тоже пилинг такой мелкий. Ну, он очень приятный, он очень классно пахнет. Вроде как мне сказали, что Харемс это самая известная, ну, одна из известных косметических брендов в Турции. Делает Турция, да. Вот. Недорого он стоил, этот скраб. 5 долларов, по-моему. Ну, тем не менее, мне очень понравился. И, в принципе, если бы, например, если буду ехать еще в Турцию, то, наверное, в принципе, буду, наверное, покупать. Потому что, как пилинг, окей, он зашел, он такой гелевый, такой приятный, кожу увлажняет, такой легко отшелушивает. Ну, это, конечно, не скраб в нашем нормальном понимании скраба. Вот. Так что рекомендую, если будете в Турции, фирма Харемс Body Scrub, тоник плюс пилинг с органовым маслом. Купила себе попробовать тоже по отзывам польских блогеров и знакомых своих здесь, в Польше, попробовать вот такой вот шампунь Янтарь с экстрактом бурштину для волос, таких поврежденных, изнещенных. Вот. От фирмы Формона, как, если помните, я вам всегда очень нахваливала один крем для ног от фирмы Формона. У меня сейчас другие есть, но, в принципе, я не отказываюсь от своих слов. Действительно, он очень классный, тот крем для ног, именно этой фирмы. Я, кстати, не знала, что это делает именно Формона, потому что видела эти шампуни. Везде они есть там, вплоть до того, что они там в Ашане есть, кругом они есть. Вот. Ну, я конкретно этот покупала в косметическом магазине. Слушайте, мне очень понравился. В принципе, вот, я его купила буквально там пару дней назад, но мне очень нравится эффект. Волосы такие легкие. Вот сейчас, в принципе, на волосах, кроме шампуня и такой пшикалки для легкого расчесывания, больше ничего нету. Ну, вот, естественный, естественный, скажем так, вид моих волос. Мне нравится, он не утяжеляет волосы, классно пахнет, хорошо вымывается. Еще у меня руки чесались взять две бутылки, а потом как-то я передумала. Еще хочу попробовать из этой же фирмы шампунь, который для волос и для кожи головы, который отшелушивает именно кожу головы, освобождает вот эти вот луковички, значит, от, может быть, закупоренных там сальных желез. Не знаю, как, ну, не знаю, может быть, у меня волосы вырастут, потому что у меня что-то волосы как-то редее и редее с каждым годом. Как-то все их меньше и меньше становится, особенно вот, когда тут впереди, не знаю. Последний раз, когда стриглась перед морем, то меня когда стригли, говорят, ну, блин, тут волос много, а тут мало. Я говорю, ну, что сделаешь, так есть, как есть. Так что вот такой счет и настрилили. Ну, в принципе, у меня всегда здесь были редкие волосы, ну, не знаю, как-то выпадают или не выпадают. Где-то надо идти проверять, на самом деле как-то идет интенсивная потеря волос или это не все так страшно. Ну, наверное, все-таки я куплю тот шампунь, возможно, даже как-то простимулирует и рост волос и так далее. Единственное, почему не купила, побоялась, что может быть, возможно, перхоть, так как отшелушивает роговьевшие клеточки на коже головы. И, возможно, может быть, перхоть. Ну, он сравнительно недорогой, так что попробовать можно. Гель для умывания закончился, пенки все позаканчивались, нужно было срочно корову кричать, гель, нужен был гель. Не знаю, приходишь в магазин, начинаешь что-то искать, потому что гели у меня, в принципе, быстро улетают и нужно было что-то купить. Хочется что-то всегда интересное и что-то какой-то фирмы может быть новое и что-то попробовать. И, короче, и что-то, чтобы здесь написано, все было хорошо и красиво, что там обещают. Ну, в итоге, в этот раз пал мой выбор на Нутриджину. Это такая омывалка, какая-то новинка с куркумой. Мицеллярный гель для демокияжа с куркумой. Самое главное, что можно смывать тушь, конечно, тушь этот гель смывает не очень хорошо, поэтому я снимаю этим самым мицеллярной водой сначала Эверлайн, вот, а потом уже спонжиком умываюсь вот этим вот гелем. Не знаю, использовала, в принципе, много, вот, но не до конца она мне понравилась. Почему, спросите вы, потому что, когда самим гелем, например, если просто на руках растворить и на влажное лицо умыться, а потом я один раз как-то заметила спонжиками, еще потом после того снимала тушь, и мне показалось, что не до конца он смыл тональный крем. Не знаю, либо же это был такой тональный крем у меня стойкий, либо же это гель для умывания какой-то не такой. В общем, конечно же, я его домой, он приятный, в принципе, ничего плохого не могу сказать, но вот такой действительно заметила. Поэтому сейчас у меня есть такие большие ватные диски, я снимаю макияж мицеллярной водой, а потом уже умываюсь вот этим гелем, уже наверняка. И, скажем так, и новинка, и покупка, и в то же время уже скоро пустая баночка. Перед морем покупала вот такой вот крем для лица от Биленда, веганский крем на день и на ночь с зеленой глиной для кожи смешанной и жирной. Сам крем такой зелененький, 50 мл, подходит на день и на ночь. Во-первых, у меня крема были все на тот момент в стеклянных банках, мне не хотелось тащить банку, в то же время мне не хотелось куда-то перекладывать крем и как бы есть либо баночки какие-то у меня маленькие совсем, куда можно положить, а такой средний не было. В общем, и я как-то думаю, ах, куплю я просто какой-то себе крем такой на день и на ночь, вот, чтобы был не сильно жирный, потому что жарко, тоже не хочется сильно жирное наносить на лицо. И такой какой-то освежающий, чтобы хорошо пах, ну и плюс у меня как бы соблазнила еще зеленая глина, думаю, у меня как раз здесь под глазом было такое высыпание, долго не проходило, не знаю, что это было. Вот, поэтому я себе взяла вот этот крем и в принципе осталась довольна, сейчас пользуюсь его, использую его под макияж. Конечно же, вечером уже не наношу, ну а на море в принципе мне хватало и на вечер наносить такое, хотела что-то такое быстро, легкое и тем более как-то с утра там делала такой какой-то легкий макияж, немножко наносила консилера. Вот, хотела что-то такое, чтобы и увлажняло, и в то же время не жирнило лицо, вот, а на вечер, ну тоже надо было сделать какой-то макияж, поэтому опять же его наносила, ну в общем, как-то так. И поэтому мой вердикт такой, что неплохой крем на день под макияж для комбинированной кожи, вот так. Честно скажу, попробовала только ночной, по-моему, крем, один раз, ничего не могу сказать, не, не ночной, дневной. Не могу ничего сказать, в принципе, по текстуре, по текстуре мне понравились эти крема, это тоже польская фирма, вот так вот называется, вот так называется фирма. Я не знаю, в Украине, в России продаются или нет, но захотелось мне что-то попробовать новенького. Эти конкретно крема, ну немножко так, здесь написано постарше, чем я есть, 45+, ну я специально взяла не 35+, а 45+, мне больше понравилось по составу. Ну и то, что он там, ну на самом деле ничего такого страшного нету, 45+, или даже я там смотрела и 55+, хотела взять по составу, то ничего там такого сверхъестественного нету, чтобы вам там как-то испортить кожу. Здесь конкретно это кислота гиалуроновая, вот против морщин и так далее, что тут ещё, масло макадамии, оно входит и в 30+, ну они решили, что это крем будет 45+, ну и пускай. Так что попользуюсь, я обязательно вам расскажу, как мне нравится или нет. Ну и косметические небольшие покупочки в фирме Inglot. Начиталась я, насмотрелась отзывов на ютубе и в принципе мне фирма Inglot нравится. В Украине я покупала её, когда там ходила, делала макияжи. Вот, и здесь мне нужны были подводки, точнее была нужна, будет нужна подводка гелевая, чёрная, какая-то стойкая. Вот, и чтобы можно было использовать на водной линии, чтобы как бы была гипоаллергенная, чтобы не стекало там, не раздражало глаза и так далее. Ну и в общем, пересмотрев кучу всяких разных отзывов, я всё-таки пришла к выводу, что я возьму Inglot и купила чёрную подводку. И вам сейчас так покажу, как выглядит, если вдруг кто-то просто не знает и какой номер. А что там с вами сделаем, какой-то макияжик в ближайшее время, даже покажу на себе, как она используется. Ну, я там потестировала, мне очень понравилось. Единственное, что она быстро сохнет, вот, и её надо так слегка открыть, а потом всё-таки в дальнейшем купить их Duraline и на кисточку наносить немножко, и потом уже не на подводку саму, потому что она может потрескаться, а на саму кисточку, и тогда она будет классно наноситься. Вот, чёрный цвет это номер 77, ну, по крайней мере здесь. Вот, и не удержалась, и взяла ещё номер 94, очень-очень классная. Даже сейчас, наверное, под этот бы мой образ подошёл бы этот цвет. Вот такой вот цвет шампанского, очень-очень красивый. Ещё мне привлекло то, что этих подводок очень довольно-таки большой ассортимент, и их можно использовать как базу под тени. Я хотела взять вообще матовую, бежевую, но передумала и взяла вот такой вот цвет шампанского. Можно использовать как самостоятельно, и сверху ещё нанести какие-то тени, очень будет красиво смотреться. Очень она мягкая, приятная, там были несколько новых тестеров, и мне понравилось. Ну и взяла, мне нужен был ещё, у меня есть корректор, который кремовый от NYX. Вот, но мне нужно было для коррекции сухой какой-то корректор взять, так как у меня, я для себя там пользуюсь бронзером, бронзером только, а для макияжа нужно было взять какой-то корректор, и я выбрала вот такой вот холодный оттенок. Красивый цвет, в принципе классический, холодный, без всякой разрезы, без всякой желтизны. Хороший, номер 516, и к нему взяла сразу вот такую вот магнитную палетку, сюда его вставлю, и будет вот так вот красиво выглядеть. Это что из покупок таких косметических, ну ещё не всё купила, что хотела, ещё кое-что мне ещё нужно будет докупить из косметики, не знаю, может быть закажу на Makeup.pl, вот. И ещё тут завалялся, забыла показать вам, очень мне понравился, очень-очень хвалю, вот такой вот, не видно, вот так вот выглядит крем, крем под глаза. Это тоже, по-моему, делает Польша, да, Польша делает. Вот, мне он очень понравился, на основе термальной воды, с несколькими видами масел. Короткая где-то здесь, по-моему, была. Да, вот так вот. Фирма Dermedic. Мне очень понравился этот крем. Как он увлажняет, с витаминами А, Д, Е, с тремя маслами, омега-3, именно против морщин, от тёмных кругов под глазами, увлажняет, передаёт гладкость, против старения кожи вокруг глаз. Мне очень понравился его эффект, как он выглядит, даже на кожу, когда наносишь, такой немножечко чувствуется эта плотность, и даже такой немножко, как бы, такой белёсый эффект, но потом, когда вбиваешь, так вроде как он даже сглаживает все морщины, и выравнивает кожу, то есть её тон под глазом. Я очень осталась довольна, и куплю, наверное, когда закончу этот крем, хотела докупить ещё с этой же серии для лица и на утро, и на день, но купила те крема, вот, а потом, возможно, куплю всю серию, потому что там они разные есть, я как-то шла за одним, потом увидела другое, вот, и решила уже, как бы, если шла, шла за тем уже, думаю, ладно, возьму то, а в следующий раз куплю уже полностью всю серию и буду пользоваться. Скажу так, мне... давно меня так не удивлял крем под глаза, из последнего, но я не помню, ну, вот этот вот только, в принципе, уже много побывало всяких кремов для области вокруг глаз, но только этот меня удивил, и, в принципе, я им очень-очень довольна. Вот, уже много наболтала, вот такие вот у меня были покупки, надеюсь, вам было интересно, пишите, может быть, чем-то пользуетесь, нравится или не нравится, обязательно комментируйте, поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok